Что же касается самих отелей? Мне непосредственно очень впечатлила и понравилась сеть Рио. Все-таки, если выбираете отели и рассмотрите что-то в Тунисе, смотреть на сеть Рио можно с закрытыми глазами. Абсолютно все отели. Я так понимаю, извините, я вас прервываю, я, насколько понимаю, и все вы уже, собственно, зрители, которые нас смотрят регулярно, понимаете, что это сеть, всемирная сеть, по-моему, отелей. Всемирная сеть, да. Она представлена в компании, опять же, в сети Туи Туртес, ну, Туи, в частности, тоже по всему миру, да, и чем она отличается? То есть есть, наверное, какие-то критерии, по которым отели становятся отелями Рио, или это изначально Рио создает и строит эти отели? Это сетевые отели, которые, в принципе, действительно, вы правильно сказали, есть и на территории, и Турции, есть на территории Испании, непосредственно в Канарах есть тоже несколько вариантов этих отелей, есть и на территории Туниса. Это сетевые отели. Сетевых отелей, естественно, для того, чтобы подобрать, включить отель в состав своей сети, должны соответствовать n-ым количеством определенных критериев, по которым они должны подходить, входя в эту сеть. И, естественно, вот эти вот отели вы можете спокойно выбирать, потому что они качественные, они проверенные. Это хорошая сеть, которая, в принципе, уже давным-давно на рынке есть, и европейцы спокойно выбирают эту сеть Рио. Хоть вот если брать по каждой стране, по каждому курорту, все-таки она вот более такая семейная сеть. Семейная сеть, но встречаются отели, которые можно рассматривать и вот для более такого молодежного, хорошего, качественного отдыха. Это не касается отдыха, который вот дешевый. Вот 3-4 звезды отели, это не то, в принципе. Вот это вот больше такие 5-4 хорошего уровня, комфортные вот 5 звезд. Что же по поводу вот именно, непосредственно, Рио Палас, Океана, Хамамед. Могу сказать одно, что хороший вариант, если видите, да, то, в принципе, в Тунисе отели есть, которые работают на all-inclusive, есть отели, которые работают на питание завтрак-ужин, есть отели, которые работают на питание фуллборд. В основном вот отели хорошего уровня, они предоставляют, мало когда предоставляют питание all-inclusive, либо же ультра-all-inclusive. Это в основном питание, либо же завтраки, либо же завтраки-ужины. Почему так? Потому что можно пообедать где-то на территории своего отеля непосредственно в а-ля-карт-ресторане, можно выйти и пообедать где-то за территорией отеля, проехаться. Кстати, вот такси абсолютно недорого стоит. Где-то в районе один километр один динар. Для того, чтобы туристы понимали, объясню более доступно. Один динар — это наших восемь гривен. Поэтому недалеко ехать, куда-то выехать за территорию, можно покушать, все, в принципе, рядышком, если что, что касается вот зоны Хамамед. Выехали, покушали себе, отдохнули и насладились Тунисом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok